сюда запись идет первый раз даешь вот но я по сути второй раз и вот во втором разе там не 2 проверяющий да я пока не до конца не снимает что там делать для записи будет хорошо если я скопирую еще раз да different 2 а понятно А я, конечно, раскопировал. Так, последнюю букву не скопировала. Get corrected, да. — Ну, расскажи чуть-чуть подробнее хотя бы там. Ну, сколько там актетов? — Актетов четыре. — Ну, ладно. — Рассказывай, рассказывай, да. — Существует два вида IP-адресов — IPv4 и IPv6. IPv4 и 4 актеты — 32 бита. Когда стало не хватать, как бы, четырех актетов, то переходят в процессе перехода на новые. — Ну, хорошо, да. Не буду тебя дальше мучить. Понял. Разбираешься. Давай дальше. — Что здесь происходит? Что такое 29? — 29. — 29 — это номер, ну, по сути, маска. Значит, когда мы переводим в двоичный код все эти актеты по одному, то мы закрепляем в начале 29 бит. — 29 бит. Чем мы их заполняем? Ноликами, единичками? — Нет, 29 бит, они остаются такими, какие они, по сути, здесь, ну, в двоичной системе. — Ну, да, можно и так. Те, как бы, биты, которые остались незаполненные, то есть 32 минус 29, по сути, три цифры, у нас могут заполняться как бы 0, 1, 0, 1. Ну, кроме 1, 1, 1 и 0, 0, 0. — И сколько у нас вариантов остается всего, получается? Ну, вот смотри, если ты говоришь, что там остается три нолика, которые можно заполнять единичками и ноликами, то всего сочетание у нас восемь получается, правильно? Два в третьей степени. А здесь у нас... Здесь почему-то шесть. Расскажи, почему шесть адресов осталось? — Да, потому что у нас на броудкастинг идет, когда все единички, и на номер сети, когда все нули. — А броудкастинг что делает? — Рассылает на все компьютеры пакет. — Вообще на все или на все в этой сети? — На все в этой сети. — Хорошо, давай дальше. Ну, да, расскажи просто логику, тут даже считать не надо. — У нас... Мы видим, что 29, соответственно, у нас ближайшее... Ну, мы можем 8 умножить на 3, это 24. Соответственно, у нас будут закреплены уже 63, 201, 152. И вот у нас единственный... — Тут только один такой, наверное. Правильно. Дальше. — Угу. — Тут надо найти маску. — Угу. — Угу. — Ну, рассказывай. — Мы точно знаем, что у нас закреплен 198, потому что у нас есть 12. — Да. — И мы точно знаем, что у нас последние два октета будут нулями. — Ну, хорошо. Ну, у тебя есть еще вариант вот прямо выше того, который ты ответила. — Угу. — И вот есть там еще 190 во втором октете. Они вроде тоже подходят. — Ну, нам нужно уже для этих чисел переводить их в двоичную систему и смотреть, сколько у нас закреплено нулей. — Ну, то есть... — Ну, цифр в первом или во втором. — Угу. И... То есть ты перевела просто... — Ну, я смотрела по IP-калькулятору, но, в принципе, это можно сделать на калькуляторе. — Угу. Ну, смотри... Ну, да, в принципе. Ну, то есть смысл какой в этом всем? Ты... Что делает IP-калькулятор? Он берет вот твой адрес... — И переводит все в двоичную систему, и там удобно смотреть именно то, что там сразу 1.0, 1.0. — Хорошо. Тогда скажи, а как маска вот эта вот 12 выглядит в двоичной системе? — Ну, первые 12 бит — это единицы, и все остальное — это нули. — Угу. — Да, правильно. — Ну, то есть, получается, если мы вот этот IP-адрес умножим на адрес маски в двоичной системе... — Да, это логическое умножение. У нас, соответственно, сохраняется первые 12 чисел, и все остальное обнуляется. — Ну и, соответственно, переводя обратно в десятичную, и ты получаешь вот свои активы, которые ты выбрал. — Да. — Вот это я хотел услышать. Хорошо. Ты можешь открыть IP-калькулятор? Проверим там на этих значениях, чтобы точно знать. — А вот он последний был. — Нас спрашивали номер сети 198-176. — Так, еще раз. — Ну и вот они у нас закрепленные биты. — Угу. — Хорошо, давай дальше. — У нас есть разные протоколы. Протокол DHCP отвечает за то, чтобы автоматически присваивать IP-адреса компьютерам, ну, объектам в сети. — Ну, DNS — это вообще что? — М? — DNS — это что? — Ну, там написано. — And DNS information. — Что такое DNS? — Так, секунду. — Блин, я не помню точно, но… — Ну, давай хотя бы, ну, что он делает примерно. — Не помнишь? — Угу. — Ну, смотри, DNS — это распроводится как domain name system. — А, я поняла. — У нас есть система, которая, ну, приравнивает из серии IP-адреса и домены в буквенном виде. И мне кажется, оно, ну, DNS — это как утилита, которая отвечает за, как бы, соответствие между IP-адресами и доменами в таком текстовом виде. — Да? — Ну да, да, правильно. Ну, компуктер не умеет читать тексты, он читает коды и IP-адреса. Он даже читает IP-адреса в двоичном коде. Но, как бы, это уже неважно. Да, правильно ответил. Вот, с какого правильного? — Ага. — Количество хостов. Ну, расскажи, как считается количество хостов в сети. — Ну, 32 минус 25 мы получаем 8. 8, ой, да, 2 восьмое — это 128. — Может, 7? — Да. — Хорошо, получили. Ничего страшного, я тоже. — Мы убираем два, ну, по сути, два таких. Минус два, потому что у нас есть броудкастинг и есть номер сети. — Угу. Хорошо. — Есть определенные IP-адреса, и 192, 168 — это один из них. — Ну, вот эти приватные, ты помнишь, там еще… там их три всего. — Там 10 еще и 172, по-моему. 172, 16. — Угу, да, вроде, да. Ну, похоже на правду. Давай дальше. — Ну, это можно сразу на калькуляторе проверить, я понимаю, что ты понимаешь логику. То есть тебе надо найти просто все IP-адреса в этой сети. — По сути, да. Но здесь даже можно посмотреть, что вот у нас единственный, который заканчивается на 1,254, и у нас последний акцент не закрепленный. — Опа. Да, да, логично. То есть можно было и не считать. Прикольно. Хорошо. Давай дальше. — Ну, у нас DHCP использует протокол на транспортном уровне UDP. — Что вообще такое UDP? Что за протокол такой? — Это протокол, который определяет доставку файлов. У нас есть на транспортом, ну, уровне таких два главных. Протокол UDP и TCP. И TCP, он более, короче, надежный, а UDP более быстрый. — Да, правильно, давай дальше. — Раньше была классовая система IP-адресов и, короче, A, B, C для общего пользования, а класс A закрепляет только первый бит. Соответственно, у него для всех остальных битов, ну, у него больше всех так называемых свободных битов и, соответственно, больше всего сочетаний. — Ну, только, наверное, он не первый бит закрепляет, а первый октет все-таки. — Да? — Он был в первый бит. — То есть... Ну, да, я уже не помню сейчас. У меня где-то тоже было... — Да, точно первый бит. — Первый бит? То есть, получается, что там только, ну, в первом бите единичка, а дальше вот все нолики... — Ну, а дальше все что угодно. Сейчас покажу. Я выпитываю себе. — Давай. Я, может... Я, как бы, мог неправильно знать, никто не спорит. — Короче, я видела такую табличку и вот касательно... Мне кажется, вот это из Википедии. У нас первый бит — ноль. И у нас есть, получается, номера сети. И оно как один — 126. — Интересно. — Ну... — Ну, хорошо. — Блин, хотя, смотри, у нас, возможно, количество хостов — это 16 миллионов, а это у нас соответствует для целого октета. — Вот я поэтому и думаю, что там октет. У меня просто есть другая таблица. Не знаю, как тебе ее сейчас паковать, но, да, там просто написано, какая там дефолтная маска под сети, и она вот 255-0-0-0. И это означает, что первый октет занят. Поэтому, я думаю, все-таки первый октет занят. — Да, возможно, все-таки октет, потому что, исходя из маски, да. — Но, в любом случае, ответ правильный, да, так что... — То же самое про приватные адреса. — Да, я помню, тоже рассказывал. Можешь дальше. — У нас маска записанная в десятичном виде. — Угу. Ну, можешь посчитать, сколько там единичек? — Угу. — Да, и вот у нас 255-255 — это уже 16, и еще от 190 BVU сколько там получается. — Конкретно это я смотрела по таблице, которая сразу прибылась. — Ну, давай прям попробуем. — Ну, давай прям попробуем. — 128 плюс 64 — это у нас сколько. — Вот как раз, то есть у тебя получается заняты, вот там где 192 в этом октете, у тебя единичками заняты только два значения. То есть там идет один-один, и потом ноль, 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 ноль. — Угу. — Ноль. Еще ноль. — Восемь. — Угу. — Это получается шесть нулей, да. — Ну, шесть нулей, и вот последний ноль — это сколько еще нулей? — Шесть плюс восемь. — Четырнадцать. — О, да, да. — Хорошо. И что мы в итоге получаем? Давай где-нибудь на калькуляторе посчитаем. Ну, грубо говоря, два… — И минус два. — Два в четырнадцатый минус два. — Угу. — Прямо посчитать? — Ну, если не сложно, да. — Да. — Там уже был калькулятор, да? — Угу. — Ну, проверим просто, что неправильно посчитать, просто, да. — То есть восемьдесят четыре? — Угу. — Давай дальше. — Ага. — Ну, рассказывай. — Секунду. — У нас, соответственно, закреплено точно первые два акта. Это сто сорок шесть, сто тридцать один остается. И у нас тоже точно на последнем будет нуль. И нам нужно, по идее, перевести сто восемьдесят пять в двоичную систему и посмотреть… — Ну, и закрыть у нее четыре единички получается. — Ну, не четыре единицы, то есть мы оставляем первые четыре единицы вот актета, а остальные четыре единицы заполняем нулями и смотрим какое это число в десятичной системе. — Угу. — Давай в калькуляторе посмотрим. — Угу. — Я вижу, что ты понимаешь, но надо проверить значение. — Сто сорок шесть, сто тридцать один, сто семь шесть, ноль. — Сто семь шесть, ноль. — Да, давай дальше. — Ну, это давай сразу в калькуляторе смотреть, я понимаю, что ты понимаешь, как это делается, но это уже обсуждали. — У нас все равно здесь остается вот только один двести пятьдесят четыре. Вон один. У нас последний актет не закрепленный. — Да. Да, точно. Хорошо. Тогда можно даже не смотреть. — Угу. 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 правильно она какая-то классика мне кажется то есть спором но уже был вопрос о том что дичь себе точно работает с и дипи остается на спинта все ли они работают я википедии посмотрела ни у кого из smp тп ftp их ну короче ни у кого из них больше не упоминался протокол а ты как-то ну ты знаешь где-то видео информацию про это ну когда я к над вот готовился я просто знал что и дипи работает здесь и знал что он не работает с http мне этого было достаточно чтобы сказать что не совсем он работает окей 128 бит ну да да это правильно дипи он не поддерживать последовательности используется оба ipv6 и ipv4 окей хорошо тогда сейчас у меня видео скомпилиться поиском пире смонтируется и выложу оценку поставлен давай удачи спасибо пока